Площадь Свободы то, что можно без преувеличения назвать сердцем старого Барнаула. Здесь был первый храм, первое городское кладбище в этой земле. До сих пор, возможно, покоится прах самого Ползунова. Между тем, краеведы говорят, для большинства барнаульцев ценность этого места совершенно не очевидна. Так вот, о Площади Свободы, точнее о том, что сейчас происходит рядом с ней, на улице Ползунова. В конце августа историки и архитекторы забили тревогу, просили завершить ремонтные работы, которые здесь вели дорожники. Ведь они могли повредить старинное захоронение. И это не единственный случай, когда при строительстве в разных частях Барнаула извлекали человеческие кости. При этом сами строительные работы продолжались. Именно так произошло, когда благоустраивали сквер на пересечении Ленина и улицы Кирова. Все прекрасно знают, что там кладбище. И потом, значит, по факту, когда уже все это, бедные строители ничего не знаю, еще разрывают, начинается такой бум репортерский. Но, по мнению историка, именно благодаря шумихе на улице Ползунова стройку остановили еще до того, как экскаватор добрался до могил. Правда, представители Алтая охранкультуры уверяют, что работы прервали по их инициативе, как только из-под земли показались кости. Мы сейчас рекомендуем проведение дополнительного археологического обследования этой территории. И собственник, то есть заказчик работ, это администрация города, они уже принимают на основании наших рекомендаций соответствующее решение. Но пока у городских властей не будет четкого понимания, как должен выглядеть исторический центр Барнаула, проблему сохранения прошлого для потомков решить не удастся. Таково мнение еще одного участника круглого стола. Мы получили такой ответ, что, в общем, у нас же есть зоны охраны, у нас же есть защитные зоны, у нас есть туристический классик, в конце концов. Но все это, это же понятно, что это все не, за этим не стоит какое-то единое отношение. Найти общий язык между чиновниками и общественниками сейчас главная задача, резюмировали собравшиеся за круглым столом. Пока они находятся по разные стороны баррикад. Что же касается площади свободы, когда и к какому решению придет мэрия, на данный момент неизвестно. И хотя земляные работы вблизи предполагаемого захоронения не ведутся, не наблюдается здесь и археологов, изучающих культурные слои бывшего кладбища. Илья Кочетков, Николай Шилко, Алексей Фризин. Наши новости.